Всем привет! Как обычно, по вторникам в это время мы в доле с проектом «Бизнес-молодость» и рассказываем вам истории стартапов, истории о том, как любой человек может стать бизнесменом и обеспечить себе нормальное существование и свободу передвижения по жизни и по миру в хорошем настроении и не думая о деньгах. Здесь сооснователь проекта «Бизнес-молодость» Петр Осибов. Привет! Привет! И руководитель компании по установке кондиционеров и по совместительству президент сообщества «Бизнес-молодость» и наш сегодняшний главный герой Евгения Ронжина. Здравствуй, Женя! Привет! 65 10 99 6 московский телефон, сайт наш финам.фм. Заходите на страничку программы в доле, делитесь впечатлениями, задавайте вопросы. Ну, как обычно, начинаем с рассказа о том, что из себя представляет сегодня твой бизнес, что это такое? Ну, сегодня на самом деле это нечто большее, чем просто установка кондиционеров. На самом деле у нас два направления. Первое – это клининговая компания, и второе направление – это продажа, монтаж кондиционеров и вентиляции. То есть мы уже растем. Хотя в свое время начинали, конечно, просто с предоставления услуг по установке. Выручка, обороты, прибыль по направлениям, пожалуйста. Ну, да, выручка, она, естественно, сезонная. По кондиционерам и вентиляции она от 2 миллионов в месяц, то есть это вот в зимние месяца. Сейчас летняя, естественно, она в разы больше будет. В прошлом году летние выручки составляли где-то от 6 миллионов. Ничего себе. То есть примерно этого мы и ждем. По клинингу мы в основном сейчас акцентируемся на постоянных объектах. Там у нас 10 адресов на постоянном обслуживании. Клининг. Что именно в клининге? Это уборка квартир, помещений или каких-то рабочих объектов? Тоже в свое время мы начинали с полного спектра услуг, то есть все. Но первое время нам в основном доставались, конечно, уборки квартир. Сейчас мы уже стараемся перейти на постоянные уборки. И вот говорю, что 10 адресов у нас на постоянном обслуживании. Сколько лет компании? Клинингу 5 лет, кондиционерам 2. А чистые прибыли сколько в месяц со всех двух направлений? Ну, то есть за это время, соответственно, было по-разному. Сейчас я среднюю называю около 500, но она тоже колеблется в зависимости от сезонности. А в клининговом бизнесе тоже есть сезонность? В клининге сезонность меньше прослеживается. Там она есть по поднишам, то есть в какой сезон, какие услуги больше пользуются спросом. Какой сезон больше грязи или пуха тополиного? Ну нет, ну зимой, например, нет стекломоев, понятно, но есть, например, чистка снега, да, или там активность на стекломои, она приходится на весну, как правило. То есть там есть определенная сезонность, но она больше связана с перетеканием из подниши в поднишу. Ну и я так понимаю еще, что это семейный бизнес? Да, у кого-то, кто-то может сказать, что это не очень женские бизнесы, вот, видимо, бывают женские бизнесы, а у меня просто бизнес с мужем вместе. Подожди, как это клининг не женский бизнес? Мне кажется, самая штрина есть женский или, Петя, действительно не женский? Уборка, построительная уборка помещений огромных. Это действительно очень женский бизнес. Ну, то есть там специфика управления определенного рода кадрами, поэтому тоже не думаю, что это особо женский, на самом деле, бизнес. Там суровые сибирские мужчины обычно? Ну нет, но определенный кулак надо иметь для того, чтобы управлять коллективом уборщиков тоже. А как вообще ты пришла к такому, ну, опять же, не женскому бизнесу? Лукавит она, она лукавит. Мне нравится, как они скромничают и гордятся этим, что они скромничают. Есть ведь изобретения еще, которые вы внедряете. Ну, это уже следующий шаг, если мы, да. Ну, это же тоже сейчас есть бизнес. Вы же не просто продаете, устанавливаете кондиционеры, вы же еще и инновацию внедряете на рынок, который сами изобрели. Где же вы были год назад? Там же и были. Когда мы ставили кондиционеры и с вами не встречались. Что за инновации? Это по климатическому направлению в рамках фабрики мысли мы сделали распылитель для конденсата. То есть мы столкнулись с такой проблемой, что нам поступает очень много звонков по поводу капания кондиционера на крышу, по подоконнику, по балкону. Перенесите кондиционер соседа, а что можно сделать с соседом, чтобы он мне не капал на голову и так далее. И в тот момент вовремя... Что вы хотите сказать, что вы знаете, что с этим делаем? В тот момент в нашем бизнесе вовремя появилась фабрика мысли, или мы так пересеклись. Для наших радиослушателей поясню, что фабрика мысли это проект, где предпринимателям помогают... Ученые. Помогают ученые изобретать такие практичные инновации, которые можно уже сейчас внедрить на рынок и зарабатывать на них. Неужели вы решили проблему с капающими кондиционерами? Да, собственно говоря, мы придумали распылитель этого конденсата, который вставляется на дренажную трубку, для того, чтобы не капало, а распыляло. И за счет распыления... Обшикало. Да, за счет распыления он не капает на голову и испаряется в воздухе. То есть особенно актуально для центра Москвы, особенно актуально для тех домов, где по фасадам балконы, либо козырьки, вот такие вещи. И мы вот сейчас уже выпустили, сейчас отлаживаем дилерскую сеть по всей России, потому что спрос очень большой на это. Еще бы. Ну, как обычно, тоже очень интересно вообще, откуда ноги растут, откуда Женя Ройнджина происходит. В семье кто-то занимается бизнесом? Занимались, да. То есть для меня бизнес — это не нечто чужеродное. То есть пример перед глазами был. Да, то есть у меня мама вместе со своим братом в свое время в 90-е с огурцов в Луховицах, да, это в Московской области, потом мебельная фабрика и так далее, и так далее. Но к моменту нашего старта в бизнесе, так скажем, уже бизнеса родителей не существовало. Вот, поэтому мы, можно сказать, начинали с нуля. А образование? Высшая школа экономики, политология. Ну, то есть мало связано тоже, в принципе, с бизнесом, политологией. Скажи, Петь, а то, что вот у Жени изначально был такой уникальный случай, что она начинала не сразу, а с мужем. Я так понимаю, ты очень рано вышла замуж. Да, 18 лет. 18 лет. И, в общем, весь этот путь в бизнесе вы проделывали вместе. Это плюс или, наоборот, сложнее, когда вместе, когда бизнес с отношениями мешается? Это огромный плюс, когда правильно распределены обязанности между мужчиной и женщиной. Когда мужчина остается мужчиной, он принимает решение в бизнесе, а женщина рядом с ним помогает правильные решения принимать и как бы соглашается со всем, что происходит. Все-таки мужчина остается железной рукой, а такая вот женщина рядом перчаточка. Хотя зачастую мы видим, что женщина может являться локомотивом развития по большому счету. То есть придумал эти ниши муж? Я, честно говоря, обе эти ниши для нас достаточно случайные. То есть первую нишу мы выбрали, когда он работал в нефтянке и просто понял, что нужно уже оттуда уходить, что это не его. Я не помню, как нам попались все бизнес-планы по клинингу, что там минимальный был вход. Но то есть для того, чтобы войти тогда в эту нишу, надо было не так много. Мы купили один аппарат по химчистке, который стоил там что-то около 30 тысяч, 25, что-то такое. И сделали сайт с фирменным бланком и с визиткой по стоимости за 22 тысячи. Вот. Это был весь наш вход. И положили первые деньги, соответственно, на рекламу. Тогда конкуренция была чуть меньше, и мы, собственно говоря, были в шоке, потому что как только включили рекламу, пошли звонки. И за первый же день у нас неделя вперед была расписана. Сейчас уже такой сказки нет. Но тогда еще... В клининге нет. В клининге нет, да. Вообще такая сказка есть до сих пор. Да, в других нишах. Опять фасоль. Во всех. Фасоль уже занята. Так. Вот. И, соответственно говоря, так мы стартовали клининг. А климат мы стартовали после пожарного лета, когда была задымленность. И вот на следующий год поступило предложение, собственно говоря, от одного из знакомых совместно организовать сервис по установке кондиционеров. То есть и та, и другая ниша — это случайный выбор. Ну хорошо. Вот вы начали бизнес. И на какой уровень вы вышли? На что вы вообще ориентировались при построении бизнеса? И как ваше развитие происходило? Клининг, он был в такой достаточно пассивной форме. То есть периодически попадались какие-то крупные объекты разовые, да. Но это не был стабильно высокий уровень. Хотя это мне сейчас уже кажется, что это так не было. Сколько вы зарабатывали? Да. Где-то около 150 в среднем у нас было. И нам казалось... 150 чистыми на семью. Да. И тогда нам казалось, что это очень круто, потому что мы... Мы не ходим в офис на работу с утра, мы не толкаемся обратно в пробках после работы. Мы проводим время очень много дома с семьей. И по сравнению с теми знакомыми, которые рядом у нас работали в найме и зарабатывали по 40, по 60, для нас это было круто. Ну и вам сколько было лет тогда? 20, 21, 22. Хорошие деньги. То есть это без промежуток было. Жизнь удалась. Ну да, чувствовали себя сухо и комфортно. А вы нанимали людей каких-то же, правда? У вас же были подрядчики какие-то? У нас были постоянные сотрудники некоторые, как менеджеры. И, соответственно, на большинство работ мы издельных нанимали людей, конечно, да. Ну и что же? Сухая комфортная жизнь. Все уже случилось. Чего вам не сиделось в ней? Да, чего вам не сиделось? Что подтолкнуло дальше? Ну, на самом деле, переломным для нас моментом было, может быть, у многих начинающих бизнесменов это происходит, это была история с крупным объектом. После новостей подробностей. Вот мы услышим это. Сегодня мы в доле проекта «Бизнес-молодость». Здесь основатель проекта Петр Осипов и бизнес-леди Евгения Ронжина, которая руководит компанией по установке кондиционеров и еще занимается клинингом. И мы рассказывали вам о начале этого бизнеса. Все шло достаточно хорошо, молодежно и надежно, пока в вашей жизни не случился серьезный клиент, да? Да, это был объект после строительной уборки одного из крупнейших торговых центров в Москва-Сити, Афимол. И этот объект длился после строительной уборки где-то на протяжении, наверное, 4-5 месяцев, что-то вот такое, ну, длительное после строя. Как вам они доверили? Там, на самом деле, было в партнерстве с одним еще крупным игроком на рынке клининга, который нас в свое время брал в субподряд. На тот момент он уже сам закрылся, а связи остались. И вот он предложил нам в партнерстве сделать. То есть исполнение было непосредственно наше. И когда мы 4-5 месяцев пожили чуть-чуть на другой уровень дохода, то есть это... На какой? Ну, в среднем где-то, наверное, 400-500 выходило, то есть по сравнению со 150. Ну, это вообще уже прям... Да, мы тогда купили кухню, мы купили, ну, в новой квартире мы купили квадрик. То есть, ну, как-то было ощущение... Квадрик от что? Квадроцикл. Вот, и так далее. И когда объект закончился в феврале, и мы такие, и что? И вот что дальше? И вот здесь начались реальные поиски того, что сделать так, чтобы снова было хорошо. А почему? 150, обратно, хорошо, порадовались и хватит. Хорошему быстро привыкаешь. Да, наверное, просто действительно к хорошему быстро привыкаешь. Это как такой глоток воздуха, когда ты понимаешь, что реально ты можешь другого масштаба делать дела, ты можешь другие получать деньги, и, соответственно, на эти другие деньги уже и по-другому строить бизнес. То есть не так, как у нас было «звонки принимаю я», да, там, офиса не было и так далее. То есть у нас, в принципе, три года в таком карманном режиме был бизнес. Звонки принимала ты, объекты делала Вася. Подождите, да, мне вот интересно в этой ситуации, просто я когда-то сталкивалась тоже с такой историей, когда у тебя, ну, в какой-то момент повышается уровень жизни, ты начинаешь несколько по-другому строить свою окружающую действительность, исходя из этой суммы, а потом там по каким-то причинам, возможно, этот доход может сократиться или колебаться, и окружающие тебе говорят, а что ты, ну, продай дорогую машину, купи подешевле, уволь одну няню, пусть у тебя будут не две, а одна, будешь больше с детьми времени проводить, там, не снимай дачу, там, не знаю, езди в гости по выходным, в конце концов, ну, немножко со своим... Заряжай айфон в гостях, чтобы долго электроэнергию не тратить. Были такие мысли о том, чтобы, ну, может быть, непосиньки шапка, ну, размахнулись чуть-чуть, пожили, хорошо и будет. Мыслей таких не было, не знаю, это, может быть, я, наверное, какой-то пунктик в голове, потому что, когда ты понимаешь, что ты можешь, ты уже не можешь по-другому. И, ну, мыслей таких точно не было. То есть мы просто искали тот путь, который позволит это сделать. И что дальше произошло? Дальше, соответственно, мы открыли климатическое направление, да, это было таким... А как вы открыли? Это как? Пришли в комнату пустую и сказали? Открыли. Открыли? Да. Вышли на балкон и крикнули. Признавайся честно, пилила мужа? Нет. Говорила ему, Вася, надо что-то делать, Вася, думай. Нет, у нас этот период очень быстро прошел. То есть вот в феврале мы закончили Афимол, и уже в мае мы стартовали новый проект, ну, второй климатический. Поэтому как-то этот период быстро прошел. Это, кстати, очень интересная модель. Человек думает, что, ну, у меня на этом бизнесе 150, и чтобы сделать больше, он думает, что надо другой бизнес открыть. Он редко смотрит, что он может увеличить текущий. Он идет, ну, наверное, в этом мы достигли... Пика. Это пика, да, надо открывать что-то другое, там будет легче. Не было мыслей про пик, честно говоря, просто, наверное, в какой-то момент поднадоел тот клининг, как-то потеряли надежду выйти на новый уровень. И, ну, на самом деле, было мало в этом осознанности, что касается, там, смены или дополнения ниш. Это было такое просто по течению, мы плыли по течению. А каким образом можно, ну, действительно, если ты уже так привык, у тебя несколько лет бизнес, который приносит вот этот доход, и ты плывешь в нем по течению, каким образом можно вдруг взять и нырнуть глубже, чтобы расширить свой горизонт. А вот сейчас Женя и расскажет. Ну, вот, собственно говоря, этим мы и занялись. Поскольку веры в клининг оставалось мало, мы, соответственно, взялись за климатическое направление. Там все было достаточно просто, то есть мы сделали сайт, там из пяти, наверное, страниц состоящие просто на услуги. И причем по моим меркам, как я сейчас на этот сайт смотрю, как бы он уже принадлежит не нам, мы его продали. Но я не знаю, как через него люди вообще покупают, но был шквал звонков реально. После вот этого еще жаркого лета был ажиотаж. И все звонили, спрашивали, нет ли у вас очереди на установку. Но ведь и конкуренция же, наверное, была. Вы начали с физических лиц, я так понимаю. Мы начали с физических лиц, да, то есть это частные монтажи. Люди в панике устанавливали кондиционеры в ожидании опять пожаров летом. И мы, собственно говоря, делали эти монтажи. Заходили по модели, как среднестатистический бизнесмен с обычным мышлением заходит. Главное побольше, пусть будут услуги подешевле, главное побольше сделать. И вот этот процесс работы. А это что, неправильный образ мышления? Это очень сложная модель. То есть у человека в голове есть миф о том, что если я буду продавать дешевле, тогда у меня будет больше клиентов. Якобы все клиенты на рынке тут же узнают, что у тебя самое дешевое предложение. И якобы люди идут за самым дешевым предложением. А это не так? Это не так. То есть не совсем так. Клиентский поток делится на разные категории. То есть действительно, одна категория есть бабушка-кошательница, например, у которых цель ничего не купить, но подать на вас в суд, завалить жалобами и так далее. Всегда есть там порядка от 1 до 5% таких клиентов. Порядка 15% клиентов это клиенты, которые бегут за самым дешевым. То есть им давай подешевле, где найду, там и возьму. Качество, сертификаты не важны. Большая часть клиентов это клиенты, которые ищут за цену качества определенное. И понимают, что за самое дешевое вряд ли может быть качественным. Они ищут value for money, ценность за деньги. То есть им надо, чтобы была гарантия, чтобы доставили. Они смотрят, они сравнивают, оценивают. Но и это не весь поток клиентский. Есть поток клиентский, есть такие люди первые. Они покупают первое, что им попадется. Им все равно. Золотой они, да? Сколько стоит? Для них важно за их деньги решить проблему. И они не смотрят. Не исследуют рынок. Пришел в Макдональдс и говоришь, а Биг Мак сколько у вас стоит? Может в ипотеку взять? То есть они не думают. Ну ты семечки, я не знаю, семечки давно не покупали. Но когда семечки покупаешь, ты же там не оцениваешь. И вот многие люди не оценивают такие решения также. И есть еще одна маленькая категория людей, тоже порядка 5%. Это люди, которые самые дорогие просто покупают. Они сейчас самое дорогое покупают. Они привыкли, что если самое дорогое... Значит точно не сломается. Значит точно хорошее. Поэтому клиентский поток не гомогенный, как мы говорим, неоднородный. Он очень разный. Но люди этого не понимают. И сами, обладая мышлением человека, который бы купил дешевле, считают, что все такие же на рынке. Так. Есть. Вот, собственно говоря, мы пошли вот по первой, самой простой, казалось бы, на тот момент модели. То есть быстро, дешево, много. И надо сказать, в то лето мы заработали в принципе хорошо. То есть доход опять наш поднялся там до... Ну в июле мы вынимали по 500 тысяч. Далее наступила осень. Клининг, который мы уже давно забросили. Кондиционеры, которые частные установки зимой, их практически нет. И начиналось такое прожирание того, чего мы заработали летом. В полном смысле этого слова. Потому что уже был офис. Уже были сотрудники. И такая... И абсолютное отсутствие звонков. Никаких перспектив. Да. Ну вот, единственная перспектива ждать снова весны. Вот. То есть в тот момент... Как медведь. По принципу медведя. А если весна холодная, что делать? Вот. Соответственно, вот это была вторая фаза активного шевеления мозгов. Зашевелились снова извилины. Снова зачесались карманы. И так далее. И вот в этот момент уже, собственно говоря, я наткнулась на бизнес-молодость. И, собственно говоря, пошла на конкурс. Ты увидела, по-моему, то, что ты увидела. Да. Я вот хотела с этого начать передачу. Теперь этот заголовок меня преследует. Соответственно говоря, я первое время не доверяла бизнес-молодости. Хотя наблюдала за ней, в принципе, там ВКонтакте. Потому что мы с Мишей вместе учились в институте. Мишей Дашкиевым, напомню, нашим слушателям, еще одним сооснователем проекта. Да. И я как-то так видела в новостной ленте. Но особо не впечатлялась. Потому что все эти заголовки из серии «За работы» или «Умри бедным и одиноким» у меня вызывали внутренний протест какой-то. Тогда стутили. Зачем вы так писали? Чтобы бесить праведушных людей? Ну, вроде того. Вот. Собственно говоря, прямо... Но ведь следила ведь? Да, следила. Но отталкивало меня это в каком-то смысле. Но, тем не менее, после тяжелой, так скажем, такой осени я все-таки решила зимой пойти на коучинг. И вот там перевернулся взгляд на бизнес еще раз. То есть это с коленочного такого уровня, полуколеночного уже, да? Потому что все-таки... Бизнес на коленке. Да. Он все-таки стал перерастать в другие масштабы. Конкретно что вы сделали и что явилось этими точками переворота? Ну, во-первых, мы сделали... Нормальный сайт. Откровений, да. Тут откровения такие были больше практического характера на первом этапе. Они интересны. То есть первое, что я поняла абсолютно точно на интенсиве, это вот состояние той песочницы, в которой мы ковыряемся. Что мы там на тот момент уже три с половиной года в бизнесе, и вот все как-то вот ковыряние и какие-то случайные периодические радости. Вот. И нужно было как-то это систематизировать, сделать этот масштаб системным, постоянным и растущим, самое главное. Притом, чем больше песочница, тем с более серьезным видом бизнесмены передают куличик друг другу. Сэр, вам куличик. Так, так, да. Вот примерно так же мы три с половиной года передавали куличики. Вот, захотелось большего масштаба. Соответственно, пошли по инструментальному подходу, что не просто визуализировать этот масштаб, да, и представлять себе небоскребы, а для этого есть практические инструменты. Во-первых, мы переделали сайт с точки зрения триггеров. Добавили туда нужные... Что такое триггеры по-русски? Это различные элементы на сайте, которые привлекают внимание, вызывают доверие и так далее. То есть способствуют покупке в итоге. Завлекалочки такие? Ну, не совсем завлекалочки. Это, по сути, как у нас привыкли делать, а компании, да, все достоинства убрать куда-нибудь в закладку, в меню, чтобы это было не найти. Так вот, здесь все-таки стараются все на первую главную страницу вынести. Почему мы, а не кто-то другой, да? Собственно говоря, мы разместили блок отзывов, мы разместили сертификаты, благодарственные письма на первой же странице. И мы сделали со скрипом зубов бесплатный выезд на осмотр и замерчево. Хотя это было невыгодно. Нам казалось, что это будет невыгодно. В итоге, конечно, у нас сильно поменялись клиенты. Конечно, большая часть потока осталась частными квартирными установками и покупками. Ну, во-первых, мы уже внедрили продажу на тот момент, мы стали еще и продавать кондиционеры, не только устанавливать. И у нас поменялось. Мы поняли, что в бухгалтерии у юридических лиц получать тысячу рублей на осмотр у нескольких компаний. Никто не пойдет из тех, кто принимает решения в компаниях или в госучреждениях, когда они заказывают 7-10 установок. Миллионные. Проще бесплатно. Да, проще бесплатно. Собственно говоря, вот эти три инструмента и позволили нам совершить такой следующий этап. Мы в доле с «Бизнес-молодость». Петр Охипов и Евгения Ронжина у нас в студии. 65 10 99 6 московский телефон. Сайт наш финам.фм. Заглядывайте на страничку программы «Вдоль», делитесь впечатлениями. Как ты поняла, что вы вылезли из песочницы? Вот по каким признакам? Мы не вылезли из песочницы. Более того, даже сейчас. Мы просто, наверное, чуть-чуть другой уже песочницы. Песочницы разные по размеру. Но на самом деле, мне кажется, это состояние, оно очень полезное, когда ты ощущаешь себя в песочнице. Потому что в таком состоянии у тебя есть потребность в дальнейшем развитии. Копать. Если ты ощутил себя уже в замке, то зачем тебе двигаться дальше? Собственно говоря, мы внедрили вот эти три инструмента, про которые я говорила до перерыва. То есть, соответственно, это размещение отзывов, размещение благодарственных писем и бесплатный выезд. И у нас появились другие клиенты. Порядка там 150-300 тысяч средний чек. Хотя таких до этого у нас не было. Это были частные клиенты или это уже были компании? Это юридические лица, где там 7-10 кондиционеров с продажей с установкой. И тут снова появилось ощущение того, что получилось. И от того, что получилось, энергии было еще больше. И, соответственно, на тот момент уже закончился коучинг. И вот наступил этап мастер-группы. Перехода в мастер-группу. С какими результатами вы закончили? Закончили, это был апрель месяц с результатами. Ну, считайте, мы начинали в тот момент с нуля. И это была весна с 500 за коучинг. То есть, это было хорошо? Это на тот момент для нас было хорошо, потому что, если сравнивая с этими же месяцами прошлого года, это были минусовые месяцы. А объясни, пожалуйста, что такое мастер-группа и чем она отличается от коучинга? Ну, ребята проучились вместе, пережили тучу переживаний совместных. То есть, тяжело же многие вещи сделать. А потом курс закончился образовательный, встречаться хочется. А, и дальше уже просто люди продолжают делать свое дело, и уже как-то вот, ну, это действительно перерастает в такой некий клуб по интересам. Да, люди общаются, они там женятся друг на друге, детей вместе рожают. И воспитывают. И воспитывают, и партнерство делают. Но они понимают, что если человек эту программу прошел, то он прошел через то же, что и ты. То он говорит с тобой на одном языке. На одном языке, а у него ценности примерно похожие, что он там не кинет, наверное. Да, с большей долей вероятности. С меньшей, наоборот. А, что кинет, да. То есть, выпускники, собственно, ну, образовательных программ бизнес-молодость остаются вместе, да, продолжают дальше как-то общаться. Ну, мы этому не так много внимания уделяли, потому что вот Женя как раз и начала это внимание уделять. Но сразу после мастер-групп, сразу после того, как вы сделали 500, вы еще цели поставили. Почему, кстати, вот я не помню. Почему не помнишь? Потому что нам на тот момент очень хотелось купить дом, и мы поняли, что нам для этого нужно больше денег, чем есть. И, собственно говоря, на тот момент мы и поставили себе цель заработать за два месяца 4 миллиона за сезон. Почему именно эта цифра? Столько не хватало. Про стелку. Круто. Вот, поэтому эта цифра, да. Собственно говоря, ну, не только, на самом деле, столько не хватало, но и отчасти это такая техника удвоения результатов. То есть мы посчитали, что по прошлому году, если с партнером мы где-то могли делать в сезон миллион, то здесь в два раза увеличить, это будет 2 миллиона. То есть, соответственно, за два месяца 4 миллиона. Ну, и как раз примерно этой суммы и не хватало. Ну, это очень серьезный скачок. Это грандиозный скачок. То есть эта цель, это очень серьезная. Не, ну, послушай, можно было и 15 миллионов заложить, но где граница между реальностью и фантазией здесь проходит? На основании чего все-таки люди, ну, мы можем сказать, что эти 4 миллиона, это адекватная была идея со стороны бизнесменов. Я не знаю, где граница реальности, потому что мы поставили вот на ближайшее время покупку Rolls-Royce Phantom за 25 миллионов. То есть мы тоже пытаемся разминать свое мышление. Мне это по поводу себя понятно, мне по поводу Жени непонятно. Как она на это решилась с таким хозяйским подходом и рациональным мышлением? Что-то, не знаю, для меня это было какое-то логическое продолжение. То есть были силы, была энергия, был уже опыт за спиной того, что получается, и поэтому для меня это было логически. То есть это не какой-то там нонсенс или гроб среди язвы. Ну, а что, вы удвоили сумму дохода у себя в голове, поэтому вам нужно было где-то удвоить усилия, получается? Но, да, это отдельный разговор, на самом деле. Расскажи, как все происходило? Да, как происходило? Мы думали, что вот будет, как было, миллион. То есть нам нужно, в принципе, где-то увеличить в два раза количество там работы, да. Мы посчитали, сколько нам для этого надо монтажных бригад, и где-то весь май месяц мы потратили на то, чтобы нанимать столько монтажников, сколько нам понадобится для того, чтобы сделать эту сумму. Причем нанимали сами, размещали объявления, сами их собеседовали, сами нанимали. Нанимали достаточно удачно, все было, в принципе, практически по плану, кроме того, что, если кто помнит, прошлое лето, оно было достаточно прохладным. Дождливое. Кто в климатической теме, те знают, что спрос на климатическом рынке в прошлом сезоне, он был гораздо меньше, потому что, в принципе, спрос на кондиционеры, он мало того, что сезонный, он еще импульсивный. То есть облака есть, звонков нет, солнце выглянуло, звонки есть. Вот, а прошлое лето было, в принципе, все такое, пасмурное и дождливое. И вот мы сидим, у нас остался один месяц, и нам нужно сделать результат. Я очень много советовала спеть. Один месяц, не два, как вы запланировали. Один уже прошел. Да, один уже прошел. Ну, какой-то результат, конечно, там был, но не принципиально за этот месяц. Я очень много спеть в тот момент советовалась, и он мне говорит, декомпозируй цель, значит, ну, разложи, из чего она может выйти. Ой, я помню, я так постаралась, но месяц остался. Я разложила, значит, план, сколько нам нужно до продаж сделать, сколько нам нужно дополнительно козырьков, сколько нам нужно оборудование продать, сколько у монтажей сделать и так далее. Отправила ему огромную таблицу в Excel и говорю, ну, посмотри. Он мне просто, ладно, ничего не понял, сделай в пяти вариантах. Я думаю, что такое, в простых пяти вариантах. Вот, и, собственно говоря, разложила в пяти вариантах по той модели, которую, как бы, для нас, как для участников, там, сообщества бизнес молодости, понятно, да, это лиды, это конверсии и обратная воронка с точки зрения, там, рекламы. То есть, если говорить человеческим языком, мы посчитали, какой оборот нам нужно будет для этой чистой прибыли сделать, сколько сделок, какого среднего чека нам нужно будет сделать. И обратно простроили для такого количества сделок, сколько нам нужно получить входящих заявок на это и, соответственно, сколько нам надо дать рекламы. Вот, и, собственно говоря, из этого получилось там несколько вариантов из серии, я сейчас уже не помню точных цифр, но там выходило что-то больше 600 сделок вот частных монтажей. За месяц. Да, это было на тот момент очень много, учитывая сезонность, это дождливое лето и, в принципе, там получалось, сейчас уже не помню, в общем, 12 миллионов нужно было сделать оборотом. Мы в итоге выбрали, конечно, больше всего привлекал вариант там 6 сделок по 2 миллиона и, как оказывается, входящих для этого надо не так много получить, но мы поняли, что за месяц такие сделки мы не закроем, то есть они не успеют пройти оплата. Вот, и для нас оказался на тот момент оптимальный самый вариант это сделки по 300 тысяч. И мы старались сразу перестраивать всю свою работу, то есть мы уже не убивались по частным монтажам в плане, акценты не делали на этой рекламе, мы стали прозванивать поликлиники с обслуживанием, мы стали нацеливаться на коттеджные поселки, где средний чек, допустим, монтажа кондиционеров в доме, как раз где-то 300 тысяч, да, мы начали нацеливаться на юридических лиц. Мы добавили больше информации по опту на сайте, то есть по оптовым сделкам для того, чтобы привлекать клиентов там, которые от 10 кондиционеров и так далее. Проще, хочешь вместо одного продать 10, добавь опт. Это как английские телефонные будки оптом. Да, это не значит, что мы стали оптовыми там поставщиками кондиционеров и стали сами возить из Китая, но мы привлекли таким образом ряд клиентов, которые покупают там 10, 15, 20 штук. То есть таким образом в итоге, скрипя зубами и с огромными личными усилиями, потому что мы лично сидели прозванивали, потому что цель реально такая цена слова и вообще все это, ну, то есть хотелось сделать результат, не хотелось как бы влажаться. А что было бы, если бы вы его не сделали в конце концов? Ну, ничего смертельного, понятно бы, мир бы не остановился, но просто само ощущение того, что ты поставил себе цели, не сделал. Всем заявил, рассказал. Ну, Петя добавляет, как обычно, этому еще такой публичной картинки, что знают уже не только 10 человек, которые вокруг тебя, но обычно знают уже все сообщество, и поэтому, ну, не очень. Плохо для репутации. Ну, для репутации, для самооценки. Для себя просто, когда у тебя есть опыт, допустим, невыполненной цели, это не очень хорошо. Иногда это тоже бывает полезно, но когда ты прямо на волне идешь и обломаться, это жестко. Петь, а вот этот момент, когда люди сами обзванивают клиентов, это тоже распространенный такой способ как-то, ну, продвинуть себя в бизнесе? Или это вот такая уникальная была история у ребят? Ну, предприниматель, он в бизнесе первопроходец. То есть, если клиенты пошли первые какие-то, он может их сначала прозвонить, понять, как с ними работать, что с ними делать, потом передать. То есть, для Жени вот эти клиенты нового типа, которые покупают небольшим опытом, там, за 300, за 400, за 500, это было нечто новое, еще неизведанное достаточно. Поэтому первые там действительно могли прозванивать они. Ну, естественно, это не должно продолжаться постоянно, но в момент резкого перехода, резкой смены, да, он может... Консолидироваться. Консолидироваться, встать в упряжку и начать гнать эту упряжку первым, локомотивом. Я вот думаю, да, ты все-таки уже там, ну, у тебя какие-то подчиненные, ты уже делаешь бизнес, и тебе уже, в общем-то, ну, грубо говоря, просто как-то неприятно это самому начать, там, звонить, присмыкаться перед клиентом. У меня не было на самом деле никаких таких загонов. Здравствуйте, не хотите ли воспользоваться нашими услугами? Надо было сделать результат. Нет, абсолютно не было, да. Во-первых, был цель на результат, и это не значит, что любой ценой я там готова была. Просто я не воспринимаю продажу как некоторое, там, присмыкание или еще что-то. То есть, для нас процесс продажи — это достаточно естественный процесс. То есть, в этом мире все строится через продажу. То есть, главное, чтобы она была цивилизованной. Вот, поэтому в этом смысле нет ничего, там, такого в том, чтобы я прозванивала. Тем более, что это дало определенный опыт. Мы, например, поняли, почему, там, в поликлиниках не получилось, там, сделать за это время, сделать, потому что там цикл согласования дольше, там, бюджетное согласование, там, идет распределение и так далее. Мы поняли, где это можно, да, и теперь мы поняли, какие мы можем, в принципе, задачи ставить своим сотрудникам. Вот. Собственно говоря, именно в тот момент мы выиграли наш первый тендер. То есть, мы в тот момент перестроили вообще свое мышление на более крупные сделки. Поняли, где они, что все, что больше 400 тысяч, это все в тендерах. В тот момент мы сделали самую свою большую сделку, продажу, это на 3 миллиона кондиционеров. В Чечню, по-моему, отправили. Да, 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 отгрузили пору в Чечню. Вот. Грузчики очень внимательно грузили. Еще бы. Да, и в тот момент именно уже вот после выполнения декларации мы наняли исполнительного директора, потому что поняли, что вот тогда мы действительно поняли, что такое горизонтальное управление и почему надо нанимать людей. Потому что за два месяца усилий, осознание пришло через такое усилие. Вы не делали результат и что сделали с этими деньгами? Ну, естественно, то, на что они были, на то мы и сделали. Мы купили дом, где вот мы сейчас, собственно говоря, и живем. Я был у них дома и не хочу красивый дом. Еще бы. Отлично. Но, конечно, совершенству нет предела и до сих пор еще хочется много чего доделывать, но на тот момент, на самом деле, я очень благодарна этому этапу. Хотя после него, конечно... Был спад? Был спад, потому что утомились. Ну, он и, естественно, идет спад, потому что мы наняли людей после этого, да, мы поняли, что нам нужны люди. Мы совершенно другие наняли зарплаты людей, то есть там, по крайней мере, такие должности, как инженеры и директора в два раза выше, чем до этого у нас были сотрудники. Естественно, сразу бюджет, ну, чистая прибыль сократилась. Надо сказать, что мы и на данный момент до сих пор еще до конца не выкарабкались из этой ситуации. В плане чего? Что у нас наблюдается рост оборота в данный момент, но не наблюдается такого роста чистой прибыли. И что тоже хорошо, потому что периоды должны быть разные. У нас есть четкое осознание, почему это сейчас так и что нужно для этого делать. И мы сейчас потихоньку это делаем и надеюсь, что следующий скачок тоже будет. То есть не может бизнес состоять из вечных скачков. Ну, вот про человеческую сторону. Вот сделали вы результат, вложили, сделали дом. И вот как, мне интересно, как твои отношения с мужем и с дочкой твоей строились в этот момент? Улучшились они или ухудшились? Мы об этом расскажем нашим слушателям после новостей. Как обычно, по вторникам вдоль Стуты Ларсена проект «Бизнес-молодость» и его герой. Сооснователь проекта Петр Осипов в студии и Евгения Ронжина, руководитель компании по установке кондиционеров и по совместительству президент сообщества «Мастер-группы «Бизнес-молодость» 651099,6, московский телефон, радиофинам.фм. Вот все-таки издержки, знаешь, поработаешь на разных радиостанциях, потом в голове как. Финам.фм, страничка программы вдоль. Заходите, пожалуйста, к нам и оставляйте вопросы, не знаю, делитесь комментариями. Расскажи, пожалуйста, Жень, все-таки про свои обязанности в качестве президента «Мастер-группы». Что это такое? Это выборная должность или это такая, как сказать, добровольная ноша, которую ты на себя взвалила? Или это прям тоже часть профессии? Почему так вообще? Наболело. Наболело. Ну, я не знаю, наболело или нет, но, собственно говоря, для меня это такая женская история, то есть то, что мы делаем в сообществе. Хотя в самом начале это резало слух, что там какой-то президент, бизнес-сообщество, что это такое, что ты должна быть локомотивом каким-то и так далее. Надо ее мужем, мы смеемся до сих пор, что ты жена Барака Обама. Муж Ангелы Меркель. Ну, я надеюсь, что все-таки у нас все не так. Для меня это, еще раз говорю, такая женская роль, функция, по крайней мере, я так воспринимаю в сообществе. Да, и почему. Ну, когда мы закончили, соответственно говоря, программы и образовалось вот это бизнес-сообщество, когда бизнес-молдость еще была гораздо меньше, и туда переходили участники в мастер-группы примерно одного уровня, то есть те, кто сделали первые результаты, там, 120. В тот момент, когда я уже прошла в мастер-группу, контраст был уже очень большой, то есть были люди с устоявшимися уже бизнесами, и были реально те, кто сделали первые сделки. И раньше мастер-группа, это было как продолжение программы, то есть еженедельные дополнительные темы, которые внедряешь, да, какой-то инструмент тебе дают, ты его внедряешь. Уровень инструментов, которые необходимы уже в дальнейшем, они за неделю, как правило, не внедряются, во-первых. А во-вторых, разный уровень уже участников появился, и, собственно говоря, мы стали наблюдать ситуацию, что люди походят и потом как-то уходят в свою текучку операционку, а встречаться им охота, то есть им нужны площадки для коммуникации, то есть не круглогодичное обучение, но площадки для встреч, для обмена опытом нужны. И, собственно говоря, тогда и появилась идея переформатирования не в следующую ступень мастер-группы, а в создание сообщества. Мы разработали сетку мероприятий с различными интересами, то есть у нас есть неформальная встреча развлекательного характера, да, где мы там ходим. Опять-таки все в рамках вот нашей концепции, так скажем, то есть у нас есть бизнес-ужин, мы ходим специально в дорогие рестораны, не туда, куда, допустим, мы бы могли каждый день ходить обедать, для того, чтобы растягивать чуть-чуть свой уровень нормы, для того, чтобы видеть других людей, да, встречаться с теми... Тех, для кого это повседневность, дорогой ресторан. Да, даже не с теми людьми, а с тем образом мышления, которое позволяет ходить в такие рестораны ежедневно, там, и так далее. Женщина, разве в деньгах счастье? Деньги — это не главное. На последний бизнес-ужин к нам присоединился какой-то участник, который узнал о мероприятии, пришел нам рассказать, что нужно заниматься духовным развитием. Одно другого не отменяет. Просто в случае с предпринимательством для нас деньги — это показатель эффективности тебя в бизнесе. Вот как бы все, только один из критериев именно для бизнеса. Ну, так вот, возвращаясь к теме про мастер-группу. И, соответственно, сейчас, где-то с ноября месяца, мы занимаемся именно развитием сообщества. Я очень рада, что у нас в сообществе появляются люди с доходами в несколько миллионов рублей, в миллиард рублей. Да, правильно сказал, да? Несколько миллиардов. То есть, и нам очень интересно общаться с этими людьми, что их цепляет, в принципе, когда они приходят к нам. Тут, понятное дело, уже не только в доходах. Они находят здесь что-то большее, ответы для себя, наверное, на вопрос, а что дальше? Или ответы для себя о своей роли в бизнесе. И вообще, в принципе, общение с молодой энергией, вот этой начинающей, тоже для многих уже устоявшихся бизнесменов, там, за 40 в том числе, оно в итоге оказывается очень плодотворным. Поэтому у нас сейчас такая необычная вот среда, где действительно есть очень разные люди. И по возрасту, и по статусу. И по видам бизнеса, и по всему. Петя спросил до новостей, как это сказалось на твоей семье, на твоих личных отношениях с ребёнком, с мужем, не знаю, с родителями. У тебя хватает вообще времени на семью? Все говорят, потому что деньги, они, значит, во-первых, либо деньги, либо духовный рост. Другой говорят, либо деньги, либо семья, либо деньги, либо дети. Особенно для женщин. Особенно для женщин. В принципе, да, либо вкусно кушать, либо быть худым и так далее. На самом деле, это то, как себе ставит человек задачу. Если человек ставит себе задачу вкусно кушать и быть при этом в форме, то он вкусно кушает и при этом в форме. А если он себе ставит задачу просто вкусно кушать, то он просто вкусно кушает. Естественно, это сложнее строить, например, бизнес и оставаться там в роли женщины и матери, жены и матери. Но для нашего образа мышления это всего лишь задача. Вот как-то так. Были сложные ситуации в семье? Как у вас строится принятие решения? Мне интересно, кто принимает решения, кто советует, как это все происходит? У нас как-то так изначально сложилось, что вот нет такого, что кто-то сказал и вот так и пошло. То есть я не могу сказать, что я там абсолютно подчиняюсь всегда мужу, если быть честным. И точно так же не могу сказать, что он не принимает каких-то там решений. Нет, у нас как-то так складывается, что в бизнесе, допустим, просто я занимаюсь больше такой стороной вопроса, как там создание новых лендинг-пейджев, там что-то внедрение такого чего-то женского, более щепетильного. Да, лидогенерации, то есть настройка рекламных компаний. Более женского, лидогенерации. Для него ковыряться там в рекламных компаниях, отслеживать какую-то статистику, это вот не его. Я люблю наблюдать динамику эту. Он больше любит выезжать там на переговоры с клиентами, с крупными. Его вот как-то это зажигает больше, да, он там может с ними вечно разговаривать. Соответственно, в семье примерно так же. То есть какие-то решения там я принимаю, что-то, например, сейчас... Купить занавески. Ну, даже сейчас, например, для меня важнее быстрее купить там новый кухонный гарнитур в новый дом и лестницу, да. А для него, например, сейчас важнее поменять машину. Ну, то есть я как бы окей, понимаю, что в данном случае для семьи это будет полезнее, если он сейчас поменяет машину, чем если я сейчас настаю на покупке там кухни. Поэтому в этом смысле как-то... Хотя тоже не стоит так всё приукрашивать. И я ощутила определённую динамику, когда я была в коучинге, и как бы я была генератором вот этой энергии. Я ходила, я знала, что нам дают, я изучала какие-то новые инструменты, я хотела их внедрять. И, соответственно, я почувствовала вот в какой-то момент динамику того, что я хочу... Получается так, что я начинаю двигать. Я с этого очень вовремя почувствовала. Я соскочила, поэтому сейчас... Как соскочила? Ты привела его на коучинг? Ну, собственно говоря, он сейчас в программе «Миллион за сто» совершенно по-другому воспринимает всю эту ситуацию сейчас. Потому что одно дело, когда я ему что-то передавала, другое дело, когда он это слышит напрямую. И, ну, то есть распределение ролей в бизнесе ещё раз. То есть когда мне хотелось вот этого, когда там декларацию подписывали и так далее, мне хотелось этого роста, и я видела везде, что нужно сделать. И в монтажных службах, и везде, везде. А он не понимал и боялся рисков, да? Нет, он всё делал со мной. То есть не то, что я делала. Просто получалось так, что я являлась инициатором. Вот. Сейчас это наоборот. То есть я как только почувствовала динамику даже больше со своей стороны того, что я вхожу в эту роль, я отпустила, и я сейчас занимаюсь только тем, что вот мне действительно нравится. Даже если там есть какие-то проблемы в других направлениях бизнеса, я туда не лезу. Ну, такая мудрость, это, мне кажется, всё-таки что-то от природы, что-то генетическое. Этому не научат ни на каком коучинге. Хотя ведь у вас в сообществе есть и женские какие-то специальные... Да, ну, наверное, он и появился, женский клуб именно тогда, когда... Нет, тренингов такого нет, но женский клуб есть. И он, наверное, как раз-таки и появился вот после декларации. То есть когда я поняла, что ребята, они дают такую мужскую модель бизнеса, то есть подхода, на тот момент давали такого подхода, вот, убить слона, там, амбиции, цели и всего остального. Что женщине вписаться в это было не так-то просто. А девушек это очень зажигает. На самом деле иногда уперт... Ну, в большинстве случаев упертость девочек, которые приходят на коучинг, она гораздо больше, чем упертость... Мы даже, кстати, ну, для интереса провести такую статистику. Мне кажется, что пропорционально от количества девочек, которые приходят, больше делают результат, чем от количества мальчиков. Ну, тогда это опасно для их женского какого-то яда. Да, поэтому, говорю, у нас есть женский клуб, которые говорят о том, что как сделать бизнес и не стать мужиком в юбке. Ух ты! Это же очень забавно, потому что, действительно, девочки в тот момент... То есть женская сущность все равно просвечивалась она. То есть девочки начинали продавать лес оптом, оп-сгущенки из Белоруссии. А потом все равно они как-то, если она занимается собой, как-то так она это бросала и потом начинала заниматься какими-то украшениями, одеждой, чем-то красивым вот таким. И хорошо, когда теперь есть соратницы по делу, с которыми можно пополнять, как это сбалансировано. Да, я на самом деле очень рада той динамике, потому что всех девушек, которых я сейчас наблюдаю в сообществе, и даже не только девушек, но и взрослых женщин уже, которые приходят там на более серьезные программы, динамика такая, что, в принципе, я не наблюдаю у нас мужиков в юбках. Я горжусь тем, что стало меньше мужиков в юбке. Да, отдельное спасибо, конечно, от Пети сказать, потому что некоторые девушки, когда только приходят, они, конечно, сталкиваются с некоторыми такими амбициями. Амбициями. Нет, как это назвать, скажем, мягко, критикой в свою сторону с точки зрения Пети. Но я рада за те результаты, которые в итоге, потому что в итоге девчонки остаются даже с прошлого потока миллион за сто, и в итоге, ну, на самом деле преображаются. А в чем критика? Ну, в том, что... Тебе не нравится женщина в бизнесе? Да нет, она пришла, зарабатывает миллион, говорит, хочу три. Я говорю, иди... Я говорю... Иди замуж. Иди с собой займись. Да, иди с собой займись. Почему? А потому что ей не миллион нужен еще один, а ей муж нужен. А как ты это определяешь? А потому что ей 40, и она одна. Может, ей хорошо. А вот всегда нехорошо. Да? Вот всегда нехорошо. Не было такого, на самом деле, реального примера еще, чтобы было от этого реально гармонично. То есть это такое, как правило, бегство от себя. Через работу. Отправляешь к парикмахеру, отправляешь одеться, отправляешь и отправляешь на занятия. Я сам-то не умею, так сказать, учить женщину быть женщиной, но знаю людей, которые умеют, и к ним отправляю. И нормальный уровень для женщины зарабатывать там 300-500, ну не более, больше уже бывает такое, не со всеми, конечно. Уже перекос. Такое огрубление. Если она одна в своем бизнесе, я не говорю там о том, когда она с мужем. Слушай, это удивительно, потому что мы об этом... Семья-то все равно главное. Мы первый раз об этом заговорили, и это тем удивительнее, что по пятницам в программе «Вдоль» как раз, как правило, участвуют женщины, которые зарабатывают очень много денег, но действительно при этом ухитряются не загрубить. Им повезло. Вот таких женщин мы также к себе в женский клуб приглашаем, чтобы поделиться опытом. Именно этот женский клуб на это и направлен. И на самом деле, вот мы в феврале ездили на шоппинг в Милан, ездили девочки из сообщества. И те девочки, которые там зарабатывают, и которые обычно такие тут, как они бегали и визжали после шоппинга в Милане по коридору, вот это действительно женщины были. Спасибо вам за эту историю. Спасибо Жене Ронжиной и Петру Осипову. Это была программа «Вдоль». Хорошего дня. Спасибо. Спасибо.